Это вновь проявление агрессии, причем с нарушением договоренности, достигнутых ранее. Эксперты полагают, что такие действия таджикских властей неприемлемы. Участок не описан, тем более контейнер установлен вглубь нашей территории, в местности Унджубулак Чуналайского района Ожской области. Есть протокол межправкомиссии, где четко написано, что на неописанном участке строить или устанавливать какие-то посты запрещено обеим сторонам. Но тем не менее, опять провокация происходит из таджикской стороны. Через некоторое время, когда будет переговор, они будут говорить, что вот видите, у нас вагончик стоит, наш пост, то есть это наша территория скажет. Поэтому такие действия, они должны пересекаться, жестким образом должны пересекаться. Вот и комиссия выехала, я думаю, этот вопрос они поставят. И, соответственно, таджикская сторона должна, как поставили эти вагоны, так и должна оттуда снести. Аналитики уверены, что это целенаправленное проникновение таджикских военнослужащих и военизированной техники на территорию нашей страны. Цель, вот таджики говорят, земля, земля, это просто повод. То четко видно, что у них цель захватить дороги. Кто контролирует дороги, он контролирует все торговые пути в Таджикистан и в Кыргызстан, в том числе, и в Узбекистан. И здесь, да, они прикрываются, вот там водный ресурс не хватает и так далее. Водный ресурс хватает. Вопрос в том, что не хотят совместно пользоваться водными ресурсами, земельными ресурсами. И поэтому здесь искусственно нагнетается такая обстановка. То, что сейчас произошло в Чонгалае, это откровенная провокация с таджикской стороны. Раз. Второе. Они нарушили опять первыми все договоренности, которые были достигнуты в начале мая этого года. То есть там они зашли вглубь территории Кыргызской республики на один километр, установили контейнер и отошли от него на 600 метров. То есть 400 метров все равно перешли границу. Сейчас важно отстоять свою позицию и не допустить эскалации конфликта. Несмотря на явную провокацию Таджикистана, мы должны выбрать путь мирного урегулирования ситуации. Сев за стол переговоров и отстоять свою позицию, говорят эксперты. Мы совершенно не должны поддаваться провокации, но в то же время мы должны принять все необходимые меры безопасности, для того, чтобы обеспечить территориальную целостность нашей страны, обеспечить прежде всего безопасность наших граждан, проживающих на той территории, и, собственно говоря, решительно отстаивать свои суверенные, так сказать, права. Таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, совершает очередное провокационное действие, что, безусловно, ведет к эскалации ситуации. Сейчас для Кыргызстана важно не допустить военных действий, но и чтобы как таджикская сторона, так и международное сообщество понимало, что именно Таджикистан в очередной раз проявляет агрессию и провокационные действия, нарушая все договоренности, что неприемлемо, отмечают аналитики.